Здравствуйте! В эфире новости на русском студии Баку Ньюс Саиба Назарова. Сначала коротко о главных темах выпуска. Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан. В рамках визита подписаны документы, в том числе политическая декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании взаимодействия. Если в Армении не решат вопрос с оппозиционерами-реваншистами, Ильхам Алиев решит вопрос сам. У него есть все возможности для этого. Известный российский военный эксперт обратился к армянским политикам. Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Афганистана в связи с разрушительным землетрясением, число жертв которого по последним данным возросло до тысячи человек. А теперь подробнее. Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Узбекистан. Накануне главы двух государств выступили с заявлениями для прессы. Было отмечено, что в Узбекистане особо дорожат отношениями традиционные дружбы, доверия и взаимопонимания с Азербайджаном. В их основе общие духовные ценности, религия, схожая культура и язык. Два народа связывает многовековая история. В своем выступлении президент Ильхам Алиев рассказал об Азербайджано-узбекских документах, подписанных в ходе бизнес-форума. Вчера в рамках бизнес-форума было подписано немало документов. Сегодня общее количество документов приближается к 20. Как сказал Шавкат Миромонович, политическая декларация об углублении стратегического партнерства и наращивание взаимодействия носит очень глобальный характер. Это по существу дорожная карта нашей деятельности в будущем. Там отражены внешнеполитические приоритеты, там выражена взаимная поддержка территориальной целостности, независимости, суверенитету наших государств. А также по многим направлениям жизнедеятельности определены конкретные задачи и цели. И сегодня мы, проведя уже несколько часов вместе, еще больше конкретизировали те направления, по которым мы будем работать. Даны поручения. Шавкат Миромонович уже подробно об этом сказал. Не хочу повторяться. Те направления, которые мы обсуждали, жизнедеятельность. И уверен, что будут результаты, потому что это находится под контролем президентов. И соответствующие министры, руководители государственных структур, уверен, что прекрасно понимают, что мы будем контролировать и спрашивать с них за выполнение тех задач, которые президенты поставили. А выполнение этих задач приведет к тому, что отношения между нашими странами еще станут более прочными. Еще больше будет между нами сотрудничество и взаимная поддержка. Потому что сегодня регион Каспия, Центральной Азии, Южного Кавказа – регион, который нуждается в мире и стабильности. И основой этого, конечно, политическая воля лидеров, а также экономические предпосылки. Я думаю, что те договоренности, которые мы сегодня достигли по увеличению товарооборота, по инвестиционным проектам, по транспортно-логистическим направлениям, по проектам, связанным с углублением сотрудничества в сельском хозяйстве, все это будет создавать прекрасные возможности для наращивания и товарооборота, и еще большего сотрудничества между нашими странами и народами. Глава Азербайджанского государства особо отметил намечающееся сотрудничество в военной и военно-технической сферах. Эта сфера представляет приоритетное значение для каждой страны, а тем более для наших стран, когда мы расположены в регионах, которые требуют каждодневного внимания вопросам укрепления безопасности и обороноспособности. И поэтому, думаю, что то, о чем мы договорились сегодня, будет выполнено. Мы будем активно контактировать по обмену опытом, по сотрудничеству в военно-технической сфере, в образовательной сфере оборонного направления, а также будем планировать наши шаги, которые будут взаимно укреплять нашу безопасность. Сегодня подписана декларация, политическая декларация по существу, выводит наши отношения на качественно новый уровень. И, естественно, взаимная поддержка, будь то в рамках международных организаций, которые существуют, будь то во всех других вопросах, связанных с безопасностью наших стран и народов, естественно, требует постоянного внимания. И это сделано, потому что для этого есть политическая воля. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что узбекский народ и президент Узбекистана оказали большую поддержку Азербайджану, когда республика восстанавливала свою территориальную целостность. Он отметил, что азербайджанцы очень хорошо помнят и высоко ценят братское отношение и подчеркнул, что Азербайджан также рядом с Узбекистаном, рядом с узбекским народом. Сегодняшний визит – еще одна демонстрация того. На самом деле мы сегодня говорим и о экономическом взаимодействии, о контактах бизнес-структур, о вопросах, связанных с безопасностью, с обороноспособностью, внешнеполитические инициативы, углубление сотрудничества в рамках международных организаций, связанные вопросы с гуманитарной сферой культуры. То есть в широком смысле сегодня закладывается основа для будущего нашего активного взаимодействия. И уверен, что все, что мы наметили, будет выполнено. В рамках государственного визита главы Азербайджанского государства в Узбекистан 21 июня президенты Ильхам Алиев и Шевкат Мерзиоев ознакомились с деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Технопарк» в Ташкенте. Главу Азербайджанского государства проинформировали о том, что «Технопарк» был создан в 2019 году по инициативе президента Узбекистана Шевката Мерзиоева с целью обеспечения производства высокотехнологичной, конкурентоспособной, экспорто-направленной и импортозамещающей промышленной продукции. В настоящее время здесь функционирует 13 производственных объектов, которые производят лифты, экскалаторы, электронные газовые счетчики, бытовые холодильники, промышленные кондиционеры, системы охлаждения, стиральные машины и другое. В 2022 году здесь планируется производство новых видов промышленного оборудования, создания автоматизированного логистического центра. Накануне вечером в честь президента Эльхама Алиева от имени президента Узбекистана Шевката Мерзиоева в государственной резиденции Куксарой был дан официальный прием, а также была представлена концертная программа. В рамках государственного визита в Узбекистан президент Эльхам Алиев сегодня из Ташкента отправился в город Ургенч. В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова, где развивались государственные флаги двух стран, в честь президента Эльхама Алиева был выстроен почетный караул. Также сегодня президенты Эльхама Алиева и Шевкат Мерзиоев в городе Хива ознакомились с государственными историко-архитектурным музеем, заповедником Ичан-Кала, а также с дворцовым комплексом Нур-Лабой. Затем в честь президента Эльхама Алиева от имени узбекского лидера Шевката Мерзиоева был дан официальный прием в городе Хива с последующей концертной программой. На этом государственный визит президента Эльхама Алиева в Узбекистан завершился. Продолжаем выпуск. Если в Армении не решат вопрос оппозиционерами-реваншистами, Эльхам Алиев решит вопрос сам. У него есть все возможности для этого, поэтому не будите лихо. С такими словами обратился к армянским оппозиционерам, которые своими действиями торпедируют мирный процесс в регионе, известный российский военный эксперт Михаил Ходоренок. Обсуждая текущие дела в странах Южного Кавказа в рамках программы «Соседи» Гия Саралица на канале «Вестник Кавказа», Михаил Ходоренок отметил неосмотрительность некоторых армянских политиков, которые выступают с громкими заявлениями. Он отметил, что Азербайджан располагает на порядок более мощными силами, нежели Армения. Кроме того, азербайджанская армия, как армия-победитель, выступает с совершенно иным морально-психологическим настроем, чем армянская армия. Эксперт также напомнил, что у Азербайджана есть надежный союзник, который всегда окажет военно-техническую и любую другую помощь – Турция. Ходоренок обратился к армянским политикам с призывом решить уже внутренние противоречия и оставить реваншистские настроения относительно возобновления военных действий в Карабахе. Российская сторона, как никто другой, заинтересована в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что российская сторона не может допустить, чтобы политизированные шаги отдельных внешних игроков подрывали и без того непростые усилия по восстановлению мира и стабильности в регионе. Спикер МИД Российской Федерации Мария Захарова на брифинге, комментируя заявление помощника госсекретаря США в связи с поддержкой деятельности Минской группы ОБСЕ, заявила, что сомневается в искренности заявления помощника госсекретаря США Карен Домфрид. Если бы Вашингтон и Париж действительно считали бы важным уникальный посреднический формат сопредседателей Минской группы, то не прервали бы без каких-либо консультаций контакты с российским сопредседателем Минской группы 24 февраля. Тем самым работе Минской тройки нанесен непоправимый ущерб. А теперь вот они заявляют подобные вещи. Никаких внятных разъяснений о причинах данного возмутительного шага до сих пор не получено. Равным образом нет гарантии того, что подобные безответственные действия не повторятся. Делать вид, что ничего не произошло, просто не получится. Придется учитывать новые реалии. Я думаю, что ставка была сделана, как всегда, на то, что нас погрузят в изоляцию. Но опять просчитались, опять провалились этой своей концепции, сами себя от нас изолировали, в то время как внешний мир не ограничивается только Евроатлантикой. Российская страна, как никто другой, заинтересована в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Российская страна не может допустить, чтобы политизированные шаги отдельных внешних игроков подрывали и без того непростые усилия по восстановлению мира и стабильности в регионе, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова также обнародовала программу визита в Азербайджан главы МИД России Сергея Лаврова. Она отметила, что Сергей Лавров будет находиться с рабочим визитом в Азербайджане 23-24 июня. В рамках визита запланированы переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, в ходе которых особое внимание будет уделено реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. И в завершении выпуска Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнование Афганистану в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим в этой стране. На странице МИД в Твиттер размещена публикация, в которой выражаются соболезнования семьям погибших в результате землетрясения. Отметим, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана минувшей ночью. Число жертв землетрясения, по последним данным, уже возросло до 1000 человек, сообщают СМИ, со ссылкой на управление чрезвычайных ситуаций Афганистана. Больше всего от подземных толчков пострадали район Гаян провинции Пактика и район Сперо провинции Хост. В настоящее время в зоне землетрясения продолжаются поисково-спасательные работы. Из Кабула отправлены вертолеты. Это были все новости на сегодня. Следите за новостями на русском по выпускам Баку Ньюс по будням в 19.00, а также на наших каналах Инстаграм, Телеграм и ТикТок. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok